Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Анастасия Алексеевна Фёдорова, начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России. Здравствуйте, Анастасия Алексеевна! Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня поговорим о спаме. Спасибо большое за приглашение. Тема спама действительно, наверное, актуальна, популярна сейчас и, возможно, где-то даже болезненна, потому что телефоны мобильные становятся у нас не роскошью, а необходимостью. Да, первые необходимости, они у всех, от самого младшего возраста и заканчивая любыми слоями населения, соответственно, и распространение рекламы посредством сети электросвязи, то есть на наши мобильные телефоны, также приобретает популярность. Все больше и больше нас заваливают сообщениями, звонками. Честно, раздражает. Раздражает. Как потребитель, соглашусь, раздражает. Анастасия Алексеевна, но все ли звонки, поступающие на мобильные телефоны, нарушают законодательство? Нет, не все. Есть разграничения. И закон у нас четко устанавливает, какие сообщения, какие звонки будут являться нарушением. Закон о рекламе устанавливает запрет на распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Что это значит? Например, звонки информационного характера, либо сообщения, которые к нам поступают о прогнозе погоды, о записи в медицинский центр, который осуществил, это не будет рекламой. Также не будет нарушением закона о рекламе информации оператора связи, которая нам поступает о действующих тарифах и роуминге в рамках действующего договора. Если это привлечение к дополнительным платным услугам, это нарушение. Также не будет нарушением закона поступления рекламы к нам на телефоны, согласия о получении которых нам предварительно дал абонент. А как выглядит согласие на получение рекламы? Как его оформляют? Очень часто такой пункт согласия на получение рекламных сообщений включается в какие-либо договоры. То есть нужно внимательно читать. Вот опять возвращаемся к тому моменту, когда вы где-то что-то подписываете и даете согласие на обработку своих персональных данных, на получение тех или иных рекламных сообщений. Вы должны понимать, что вы тем самым подтверждаете, и тогда уже нет никакого нарушения. Именно поэтому львиная часть тех сообщений, которые вы считаете спамом, они в рамках закона, потому что вы дали на них согласие. Конечно, поэтому, возвращаясь к договору, вы совершенно правильно сказали. В первую очередь надо внимательно прочитать договор. Возможно, где-то в последних пунктах мелким шрифтом прописано согласие на получение рекламных сообщений. Да, посмотреть, не ставить эту галочку. Бывают ситуации, когда люди были заинтересованы в получении какого-либо товара, и они дали это свое согласие специально. Написали, дают согласие на получение рекламных сообщений. Но согласие, оно должно быть явно выражено. Оно должно выражать волю абонента на получение рекламы от конкретного рекламодателя и рекламораспространителя. Абстрактное согласие, оно не является для ответчика, для рекламораспространителя доказательством того, что абонент давал согласие. А вот если все-таки абонент дал свое согласие, он так вот все время и будет получать эту рекламу, либо как-то можно изменить ситуацию, ну, на какой-то период времени она была ему интересна, потом ситуация изменилась, возможно ли отказаться от этой услуги, возможно ли отказаться от получения рекламных сообщений? Да. Закон о рекламе обязывает рекламораспространителя прекратить распространение рекламы на абонентские телефоны. В случае, если от них поступил такой отказ, отказ от получения рекламы. Но я хочу сразу оговорить, что закон не предусматривает форму отказа от получения рекламы. Она может быть, когда она в устной форме, может быть письменно оформленная, может быть электронные сообщения. Но при доказательствах направления отказа устное сообщение, конечно, практически невозможно подтвердить. Ну, это получается твое слово против другого слова. Да, да, да. Поэтому мы рекомендуем, конечно, обращаться письменно к оператору связи, к рекламораспространителю, чтобы было подтверждение, что вы направили свой отказ от получения рекламных сообщений. И в таком случае рекламораспространитель должен незамедлительно прекратить направление вам рекламных сообщений. Вот в том случае, если гражданин отказался от получения подобной услуги, либо вообще не изъявлял своего желания, но тем не менее реклама поступает, что ему необходимо делать? Как решить этот вопрос? Ну, способов несколько. Как я уже сказала, можно обратиться. Во-первых, возвращаясь к началу разговора, надо внимательно прочитать договор и понять, было дано согласие или нет. Если уже абонент отказался от поступления рекламы к нему сообщений, но они постоянно продолжают поступать, то можно обратиться к оператору связи с просьбой заблокировать поступление таких рекламных, сообщив, что это спам, и они поступают без согласия. Также можно обратиться в антимонопольную службу. В компетенцию отдела нашего входит вопрос о рассмотрении обращений таких. Требования о направлении обращения указаны в действующем законодательстве. Мало просто обратиться и написать к нам, мне надоел спам, прошу разобраться и наказать. К сожалению, у нас нет возможностей и нет функций. Мы не наделены полномочиями по оперативно-розыскной деятельности. Необходимо соблюсти обязательные требования к оформлению обращения. В обращении должно содержаться наименование заявителя и его местонахождение. Если это физическое лицо, то, соответственно, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. Также в обращении необходимо указать наименование рекламодателя и рекламораспространителя. Факты нарушения с указанием способа, места, времени. То есть обязательно надо указать, с какого номера телефона, на какой номер телефона, дату, время и представить доказательства. Если это смс, то скрин экрана, на котором это положено рекламное сообщение. Если это звонок, то аудиозапись соответствующего звонка, чтобы мы могли подтвердить, что это действительно рекламное сообщение, рекламный звонок. Также к обращению необходимо приложить либо детализацию за соответствующую дату, либо согласие абонента на получение антименопольным органом у операторов связи информации о его соединениях. К сожалению, не часто прикладывают этот документ, и мы не можем рассмотреть, потому что операторы нам отказывают. Они защищают интересы абонентов, не могут распространять без их согласия информацию о их звонках, о их соединениях. Поэтому согласие должно быть датировано не ранее факта правонарушения, то есть не ранее дата совершения звонка или поступления, потому что бывают такие ситуации, когда прикладывают согласие, датированное 2017 годом, и оператор, естественно, нам отказывает, не предоставляет подробные. Мы должны иметь доказательства того, что этот звонок был совершен. Анастасия Алексеевна, много ли в ваш отдел поступает подобных обращений? Обращений о спаме очень значительно. Это существенная часть и большая часть тех обращений, которые поступают в отдел. Особенно в ситуации, которые складываются у нас в последний раз. Жизнь граждан постепенно переходит в интернеты, все заказывают онлайн, приобретают товары, продукты и, соответственно, оформление этих... Я думаю, что машинально подмахивают согласие, особенно если это идет онлайн-форма, заполнение анкеты, галочки поставили, и дальше мы, в общем-то, веерно видим, как растет количество рекламной информации, которая поступает потом уже после заказа абоненту. Да, уже нам. Можно заказать один раз товар, но потом на всю жизнь себя подписать, незаметно на то, что ты будешь получать рекламу, информацию, какой-то от продавца, от лица, который оказывает те или иные услуги. Анастасия Алексеевна, кто несет ответственность и в каком размере? Ответственность за нарушение 18-й статьи закона о рекламе несет реклама-распространитель. Для юридических лиц это штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на должностных лиц это ответственность от 4 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, и для граждан, для физических лиц это ответственность также в виде штрафа от 2 тысяч рублей до 2 тысяч 500 рублей. То есть это штраф, выраженный в деньгах. Но для юридических лиц сумма все-таки внушительная, поэтому... Сумма внушительная. Сумма внушительная, а когда еще... Вряд ли крупные корпорации, да. Да, когда еще эти смс-ки расходятся в большом количестве, то каждая отправленная смс-ка – это отдельные факты. Поэтому штраф может на юридическое лицо в большой сумме, в крупной сумме лечь на ее плечи. Много ли лиц было привлечено к ответственности в 2020 году вот по конкретно этому факту? За истекший период 2020 года по результатам рассмотрения обращений и дел по рекламе нашим управлением было вынесено больше 140 постановлений о наложении штрафа на юридических, физических и должностных лиц. Эти постановления были вынесены на общую сумму более 8,5 миллионов рублей. И на сегодняшний день уже в бюджет поступило более 6 миллионов рублей. То есть помимо того, что мы выносим, мы еще и взыскиваем, пополняя бюджет, ответственность лежит на рекламу распространителя. Анастасия Алексеевна, ну и в завершении программы несколько советов телезрителям, как не стать жертвой спама. Внимательно читать условия договора, которые вы подписываете, внимательно смотреть правила и формы при заполнении в интернете. Если вдруг согласие дано в правилах приобретения товара, то сразу же направлять отказ от получения рекламы и направлять его письменно, чтобы можно было потом подтвердить о том, что вы отказались. И если будет поступать от этого реклама распространителя или рекламодателя реклама, соответственно, это будет нарушением действующего законодательства. Ну, вы уже будете знать, как правильно действовать. Да? Да. Спасибо вам за интересную информацию. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...